Нестерильная тара, отсутствие справок и результатов экспертиз. Сегодня несанкционированные места уличной торговли проверили сотрудники администрации Московского района столицы. Понимая, что жителям удобнее купить продукты и товары первой необходимости у дома, в разных районах столицы оборудовали специализированные торговые навесы. Но они стоят денег, но совсем небольших. Поэтому нелегальные торговцы располагаются рядом с такими местами. С начала года выявлено 140 правонарушений. Здесь составлено три протокола по статье 17 закон Чувашской республики об административных правонарушениях, который нам говорит о том, что размещение любой торговой точки вне схемы размещения, а НТО принятое Чебоксарским городским собранием депутатов, у нас запрещено. Первый день? Да. Это они торговали, да? Нет. А кто вас надоумил здесь встать? По объявлению. А это одежда ваша вообще? Нет. Чья? У хозяина, наверное. За торговлю с рук придется заплатить штраф от 1 до 2 тысяч рублей, включая предупреждение за повторные нарушения от 2 до 5 тысяч. Специалисты считают, что нарушителей стало больше. У многих есть излишки молока, ягод, овощей и зелени. Из-за пандемии жители потеряли работу. Стабильный заработок, поэтому и торгуют. Любой желающий, у которого есть излишки сельхозпродукции, может занять место и спокойно продавать. И все же покупка продуктов в таких несанкционированных местах весьма опасна для здоровья. Поэтому прежде чем совершить покупку с рук, нужно взлететь все за и против. Наса Потапова, Бахтияр, Велиев, Республика.